На ту же тему, что не спешите на оскорбить или на... Там тоже про... Нам говорят, напишите вот про этот матч. Мы говорим, ну вот армитерный майк есть, но невозможно про Баварию там в Ливерпульте писать. Ну бессмысленно. В Иванову принесли, такие суровые рэперы, принесли, значит, вариации на тему «Ой-й-й». Там, кублетов 15, наверное. И вот мы сидели, мы прям размышляли. Вся отечественная, вся мировая поэзия стремится, как каждая поэзия, стремится, знаешь, найти вот одну ёбкую фразу, которая вмесила бы из себя весь мир. А здесь трёхкуплетная форма растянутая минута. На самом деле история была, и там, условно говоря, идёт в оригинале, а старых друзей весточки нет, пусто. И там вот идёт три куплета о том, что старые друзья, они все потеряны, я себя давно не видел, а тут всё. Я опять звоню, где вы, парни? Почему вы не звоните мне? Почему всё? Вы не понимаете, что у меня на душе. Да у меня на душе пусто. Понимаете? Вот. Поэтому альбомы, конечно, если раньше выходили они там раз в год, то сейчас там записываем раз в четыре новый альбом. Когда накапливаются вот эти темы, эти песни, о которых ты понимаешь, что да, на эту тему ты ещё не говорил, на эту тему ты ещё не пел. В альбоме «Кино, вино и домино» там, в принципе, он, там нет сквозной темы, вот какого-то сквозного оранжевого настроения. Он очень разный, там очень разная тема. Поэтому и в названии три слова, то есть как минимум вот это вот кино, то есть музыка, которая для кино писалась, где в каждом фильме, для которого писалась песня, есть отдельная история, есть отдельные персонажи к этой песне, в этой кадре. Есть песня «Вино», как мы их называем, таким алкотреш, такое, ну вот, обыденная наша жизнь, да. И есть такое «Домино», а это вот взрослые мужчины, которые где-то доминошни сидят, и достаточно откровенные разговоры друг с другом говорят, там что-то вспоминают, о чём-то строят план. Спасибо.